Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейст Роман Овечкин. И сегодня будет пополнена копилка шедевров, то есть рубрика шедевры. Меня просто потрясла недавняя партия между двумя молодыми российскими спортсменами. Белыми играл Давид Поровян, черными Савелий Голубов. В русской партии, ну или как на западе говорят, защита Петрова, в одном из основных вариантов, то есть вот заезжим до дыр еще в 80-е годы, было изучено очень много в этом варианте путей, вот в известнейшей позиции, которая сейчас у вас перед глазами, вместо набивших Асхомину ходов конь С3, самый популярный ход в моей базе, или ЦД-ЦД, конь С3, пытаясь немедленно расправиться с конем Е4, или хода Ферзь С2, с идеей просто забрать пешку центральную, с той же целью иногда ходят ладья Е1. Игравший белыми Давид Поровян сыграл Ферзь Б3. Ход намного более редкий, потому что белые не напали пока что ни на что. Взятие на Д5 не грозит, потому что последует, после ЦД, ЦДф разбьет Д5, С2, потеряется Ферзь. То есть у черных есть важный темп для развития. Обычно, так вот я посмотрел, вроде черные предпочитали играть конь А6, развивая фигуру. Заслуживает внимания более острый ход слон Ж4. Наплевав на пешку Б7, черные думают о взятии на Ф3, с дальнейшим Ферзь Х4, с попыткой дать мат. Но в партии последовало ДЦ, и мой Стокфиш, в принципе, одобряет этот ход тоже. Считает, что это одно из сильнейших возражений в ответ на Ферзь Б3. Но теперь возникла достаточно типовая структура. Изолированная пешка Д4 против пешки Ц6. В этой структуре у белых уже слон давит на пункт Ф7. Конь готов прыгнуть на Е5. На изолированную пешку никто не нападает. И, на мой взгляд, здесь у белых уже лучшие шансы. По крайней мере, играть ими намного проще. Тем не менее, позиция черных представляется очень крепкой. И, вот уж, по крайней мере, разгрома, который белые учинили, пока что ничего не предвещает. Черные делают логичный развивающий ход конь Д7. На ладья Е1, конечно, они могли уйти конь ЕF6. Там у белых был бы выбор между конь Е5, конь Ж5. Ну, главное, не Ферзь Д3 сыграть. Слон Ж5 есть всякие ходы. Только не Ферзь Д3, потому что черные немедленно заберут слона Б3, без которого белые не смогут атаковать. Опровержение этого хода, вот, хода слон Б3 в ходе конь С5. Такая мнимая жертва. На ДЦ последует еще одна мнимая жертва слон Геет H2. И Ферзь на Д3 потерялся. Вместо этого черные сделали, на мой взгляд, более логичный ход. Конь на Е4 развитая фигура. Они подтянули к центру еще одну лошадь. И по количеству развитых фигур почти сравнялись. В их планах дальше произвести какие-то размены. В идеале разменять белопольных слонов по паре коней. Ферзей можно разменять. В общем, чем больше будет разменено фигур, тем больше шансов использовать слабость пешки Д4. А пока на доске фигур много, и к тому же на эту пешку никто не нападает. Слабостью она, естественно, не является. Многие бы здесь сделали просто рукой ход кольца Т3. С идеей на кольца Т3 побить БЦ. Скорее всего, пропустили бы Б5 слон Е6, и у черных был бы полный порядок. Давид сыграл грамотнее. Конь Д2. После конь бьет Д2, слон бьет Д2. Да, пешка Д4 не укреплена пешкой Б2, не вскрылась линия Б, зато развит слон. То есть ладьи уже готовы играть по линии Е. Не исключено, что в планы белых входит размен чернопольных слонов, скажем, путем слон Б4. Чтобы на Е5 можно было поставить не только коня, но и ладью для сдвоения по линии Е. Этому немедленно препятствуют черные. И вот после ферзь Д3 сейчас последует ход, благодаря которому мы смотрим эту парту. Ферзь бьет Б2. Как говорит один из лучших детских тренеров Тюмени Юрий Михайлович Новиков, пешку Б2 брать нельзя никогда. Ну и здесь мы увидим убедительное доказательство этому спорному тезису. Ладья Б1, ферзь А3, ферзь С2. Такое скромное отступление ферзя, но вот угрожает ладья Е3. И ферзь, попавший на А3, в общем-то теряется. Черные могли сыграть Б5, но в этом случае у них приобретается для отступления ферзя поле А6, но становится слабой пешкой С6, на которую белые смогут нападать. У белых масса возможностей. Можно на Д3 уйти, можно на Б3, можно ладья Е3 включить. Но в целом то, что у белых, вот даже скажем, после слона Б3 есть компенсация за пешку, отличная, это, в общем-то, видно по рисунку. То есть структура у черных уже очень нехорошая. А как тут собирался играть Давид, я не знаю, врать вам не буду. Потому что черные сыграли иначе, они пошли конь Б5. Да важно, что слон Б6 не может отступить на С7. И за слон Б4 вилка, а не вилка, ловля ферзя. Вот. Но после конь Д5 кажется, что все нормально. На ладья Б3 ферзь ушел на А4, слон С4 под ударом. Вот теперь уже и над Б5 можно задуматься, и ладья же связана над слон Е6 или слон Ж4, не знаю. Вот. Может быть ходом А6 попытаться укрепить королевский фланг. И вот тут последовал, началась серия ходов, которыми, на мой взгляд, можно начинать восхищаться сразу. Прямо сейчас. Слон бьет Д5. То есть всеми непонятными ходами, которые ведут, ну, изначально непонятными, которые ведут к нужному результату, я привык восхищаться. Ходом слон бьет Д5. Восхищен. Ничего не предвещало вот такого размену. Слон на С4. Конь на Д5 мощный, но слон на С4 выглядит тоже неплохим. А после слон бьет Д5, белые теряют контроль над важным центральным пунктом Е4. И если бы дальше они сыграли как-нибудь вяло, они провели мощнейшую, энергичнейшую атаку, то я бы, конечно, поставил к этому ходу вопросительный знак. Но последовала конь Ж5. И выясняется, что пожертвованная пешка уже отыгрывается неизбежно. Черные сыграли Ж6 и получили конь бьет Х7. Но ход Ф5 тоже не спасал от этого удара. Только теперь конь снова вернется на Ж5 и белый ферз через Д1, Х5 придет на то же самое поле Х7. А брать коня также невыгодно из-за ладья Х3 шаг, а на ладья Е8 белый ферзь отправляется прямо на Х5. Сейчас ферзь Х5, конь Ж5 и маг не загорает. После Ж6 тоже последовала конь бьет Х7. Напали на Ф8, очень важный момент. То есть, скажем, на ферзь С4 последует ладья С3 и взяли на Ф8. А в случае слона Ф5, а это в партии встретилось, да. Понятно, что нельзя бить на Х7. То есть, вот это вот противостояние используется по максимуму белыми. На король бьет Х7 последует ладья Х3 шаг, ферзь бьет А4. Ну и все, позиция становится технически выигранной, потому что есть возможность создать матовую атаку на королеве. Белый ферзь будет с фланга на фланг летать, как не знаю кто. Как очень опытный летчик. Черные в ответ на конь бьет Х7 напали на ферзе. Можно пойти ферзь Д1, тогда последует, на мой взгляд, ферзь бьет Д4. Черные отделаются качеством. А может быть, у них были другие мысли в ответ на ферзь Д1, скажем, сыграть ладья ФС8 или ладья ФД8. Но в партии последовал удар кони в 6 шаг и на король Ж7 не самый очевидный еще один удар, которым можно восхититься. Слон А6 шаг. Вообще удар, как только ты его видишь, вызывая сначала недоумение. Понятно, что черные брать на А6 не будут. Также понятно, что черные не уйдут теперь королем на А8. Потому что после ферзь бьет Ф5, ЖФ, ладья Х3, защиты от слона Ф8 мат не видно. На ферзь А3, наверное, еще ладья Х5 белые отойдут. И на слон бьет Х2 как-нибудь король Х1. И нет защиты от слона Ф8 с матом. Ну, это как бы все достаточно очевидно. А вот что делать? Ну да, с король Бьет Х6 тоже все очевидно. А вот почему не побить на Ф6, кажется, совершенно неясно. И все проясняется только после хода Ж2-Ж4. Такой фантастический удар. Давайте похлопаемся. Потому что, ну, то, что нельзя брать ферзя, мы быстро увидим и сами. Ладья Х3 шаг и Ж5 мат. Вот такой симпатичный мат. Белые пожертвовали легкую фигуру. Ферзя и короля в центре доски замотовали. Но ведь есть другие продолжения. Ну ладно, отметаем слон бьет Ж4 из-за ферзь Д2 и нет защиты от ферзь Ж5 мат. Отметаем слон Е4 из-за ладья Х3 шаг. Теперь на король Е7 возьмем ферзя, а на слон бьет Х3 замотуем. Но ведь есть удар в этой позиции слон Ф4 контруда. Висит слон на Х6, висит ферзь на Ц2. Как продолжать атаку? И Давид нашел вот такой вот, очень неприятный для черных укол. Поставил ферзя еще раз под бой. На слон, так, угрожает ферзь Е7 мат. Давайте. На слон бьет С7, привычная уже нам, привычная конструкция, Ж4, Ж5 мат. На ладья ФЕ8, Ж5, ферзь Д6. Сразу белые не матуют, но теперь на слон бьет Е6, ладья Ф3 с матом. А на ФЕ достаточно ферзь Е5, ладья бьет Б7. И, в общем-то, там белые тоже очень оперативненько мат ставят. Это видно вообще невооруженным глазом, позиции очень простые, идет линейный мат. Но, что делать на слон бьет А6? Черные хотят убежать на Ж7, поэтому первый ход очевиден. И дальше возникает масса красивых вариантов. То есть, масса красивых вариантов уже позади. И теперь другие матовые конструкции тоже очень красивые и симпатичные. Аж 4 шаг. И выясняется, что черный король, забежав вперед своего войска, неизбежно будет избит фигурами белых. Но и здесь от белых требуется серьезнейшая точность. Не как угодно. Например, после король бьет Ж4 необходимо найти такую игру. Ладья Ж3. Теперь, ну, ход король бьет А4 проигрывает достаточно легко найти как. Можно даже не подключать движков. Ферзь бьет Ф5. Грозит ферзь Х3 мат. На ЖФ король Ж2. И от ладья Х1 защиты нет. То есть, можно ферзь Д1 еще ферзя под бой поставить. Но все. После король Х5 задача чуточку сложнее. Стоит сейчас сделать одно неверное движение и черные спасутся. А просто спастись они не могут. Если король не получает мат, то черные выигрывают. Ферзь Е2, правда, напрашивается. Король бьет Х4. Теперь несколько у белых путей, ведущих к достижению цели. Мне больше нравится ход ферзь Ф3 с угрозой ферзь Х1 мат. Черные защищаются от этого мата путем ферзь Д7. И кажется, что атака белых захлебнулась. Но после ладья Е5, то есть на ферзь Х1 слон Х3, и черные выиграли. Их король успешно защищается тем небольшим количеством фигур, которая подключилась к защите. Но выясняется, что после ладья Е5, такого тихого хода, черные беззащитные угрожают ладья Ж4 шаг. То есть, если черные сыграют, скажем, ладья АЦ8, то последует ладья Ж4 шаг. На король Х5, ферзь Х3, линейный мат. На слон бьет Ж4, ферзь Ж3 мат. Ладья с Е5 отняла важнейшие поля Ж5 и Ашку. В случае слон Ж5, ладья Ж4 уже не пойдешь. Тут мат чуточку иначе ставится. Ставится мат на Ж5. Ну и еще один ход стоит разобрать. Это Ж6, Ж5. Ну и здесь все просто. Ладья бьет Ф5 и грозит ферзь Ж4. И защита от ферзь Ж4 или ладья АЦ3 уже нет. В партии черные, ой, черные, да, здесь все посчитали и взяли на АЦ4. Но здесь матуется чуточку проще. Здесь следует ладья АЦ3 шаг. Понятно, что нельзя играть король бьет АЦ3 из-за ферзь Ж3 мат. Нельзя бить на Ж4 из-за ферзь Ж3 мат. А после король Ж5 следует ферзь Е7 шаг. И выясняется, что снова на король бьет Ж4 следует ферзь АЦ4 мат. На король Ф4 или на Ф6. Ферзь Е3. Черные вынуждены бить на Ж4 и ферзь Ж3 мат. Давненько я не видел таких красивых атак с такой симпатичной геометрией. Поэтому, ну вот, несколько дней терпел, но потом не выдержал и все-таки прокомментировал. То есть сразу у меня не получилось, за что прошу прощения. По-хорошему должен был сразу, как впечатлил, закомментировать. Но, тем не менее, спасибо за внимание. Ждите очередных роликов. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивечкин. Подписывайтесь на мой канал. Лайкайте, дизлайкайте. До свидания. Продолжение следует...